Душка вот сюда ложится на мозоли, вот так вот, лежит здесь, поэтому вот отдавливает, и такая вот получается, шишечки такие вот, вот от этого. А еще когда делаешь рог, она постоянно бумт сюда и бьется, то есть постоянно здесь она лежит ей. Превозмогая усталость и не обращая внимания на мозоли, которые с годами стали профессиональными. Заслуженный мастер спорта Андрей Кравцов тренируется ежедневно по 5 часов. В таком режиме спортсмен живет уже 20 лет. Елецкий богатырь 10 раз становился лучшим на чемпионате России и столько же на чемпионате мира. Так я 156 поднял, лучший мой, за 10 минут. А еще вот такой толщин подлинный цикл, вот так. Вот так поднимался, создавался. Отлично, легко, вот у меня 90-то подъем. Каждый по 30-20 лет, да? Да, каждый по 30-20. В гиревой спорт Андрей пришел, когда ему было 16. Думал хобби, оказалось дело всей жизни. В спортивной школе «Спартак» встретил своего тренера Игоря Новикова. Он и разглядел в Андрея будущего чемпиона. Две всего составляющие, во всех видах спорта. Спортсмен должен верить в своего тренера безгранично, а тренер верить в спортсмена. Вот тогда будет результат. Андрей ожидания тренера оправдал. Уже в 2002 году выиграл свой первый чемпионат мира. В 2016-м была 10-я победа. Казалось бы, можно передохнуть, но покой спортсмену даже и не снится. Пока вот есть по гирям в России 12-кратный чемпион мира, вот хочу побить его и клад. Хотя, как признается сам спортсмен, с годами побеждать становится все сложнее. Конкуренция в гиревом спорте слишком высока. Молодежь наступает на пятки. Да и ситуация в мире такая, что для победы российским спортсменам приходится быть на голову выше соперников. С годами легче железо не становится, металл. Конечно, а тут еще в связи с этими событиями, допинги, все с этим связано на международных соревнованиях. Естественно, по несколько раз даешь, только приедешь. Ну, трудности, да, свои появились, в общем. Сейчас Андрей готовится к новому спортивному сезону. Впереди крупные соревнования. А потому елецкий богатырь не дает себе поблажек, чтобы не потерять чемпионскую форму и в очередной раз подтвердить звание самого сильного человека на планете. Ольга Бугакова, Михаил Жилкин. Липецкое время. Город Елец.